Вся жизнь – игра. Это девиз заслуженного работника культуры Российской Федерации Константина Васильева. В Ивановском художественном училище открылась выставка его работ, посвященная юбилею известного в областном центре мастера и преподавателя. Я имел в виду цифру 70 в наборе бочоночков лоту. Оно выпадает иногда и 70, и еще и 90. Прошу прощения, жду, наверное, выпадет когда-нибудь. Если помните, там название отдельных бочоночков есть, как барабанные палочки, там еще что-то такое. А вот 70 никак не называется, я решил, что оно у меня все-таки, кстати, бочоночек. Вот поэтому к творчеству, ну как, этап какой-то, вот 70, слава Богу. Константина Васильева в шутку называют жадным художником, жадным до разных техник, жанров, направлений. И работы его действительно очень разнообразны. Пожалуй, сложно найти то художественное направление, где автор не попробовал бы себя и не добился определенных успехов. Это большое мужество. Вообще, когда человек, владеющий прекрасной анатомией, рисунком, всей академической грамотой, вдруг выбирает, значит, такое, что многие даже не понимают. Через это он выражает очень сложные, очень серьезные и неоднозначные какие-то состояния. Экспозицию составили творческие работы, не вошедшие в предыдущую выставку художника. В основном это живопись, красочная и завораживающая. У каждой картины есть свой сюжет, глубокая тема. Некоторые полотна написаны в путешествиях, другие – в родном крае, под впечатлениями от воспоминаний. Особенно часто для меня толчком для новой работы являются воспоминания детства. Почему-то они в последнее время приходят часто. И я этого не стесняюсь, и не то, чтобы я впадаю в детство, а оно само собой, как бы, темы очень такие благодатные. Художник, говорю, что не первый раз тоже. Художник жив, в нем в человеке жив художник до тех пор, пока в нем ребенок жив. Вот это непосредственность его, живость, наивность иногда. Сейчас художник готовит новую работу из серии «Детский альбом» под названием «Жмурки». Картины человека, который не устает восхищаться миром, ивановцы смогут увидеть до 15 июня. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.